У нас большая честь иметь сегодня на нашей сцене Божьего служителя, который сейчас поднимался на эту сцену. В прошлом году мне довелось быть в штате Вирджиния. Это небольшой городок Фредериксбург. И по приглашению пастора Джеффри я посетил и церковь, которую он возглавляет. И эта церковь называется Strong Tower, крепкая башня. Это название взято из стиха, где имя Господне крепкая башня, и убегает туда праведник, и бывает безопасен. Вы знаете, мне так было приятно познакомиться с этим уникальным человеком, молодой, зрелый, целеустремленный. Не просто теоретик, практик, который занимается серьезным таком направлением, как лидерство, не только в церкви, но и за стенами церкви. Есть дружба, которую завязывают люди, а есть дружба, которую дарит Бог. Есть друзья от Бога. И я вот ощущаю, даже вот после двух-трех дней общения, мы вчера вместе служили на одной сцене, мы вместе молились. Перед этим мы просто общались. Вы знаете, во время такого братского, дружеского общения, ощущение такое, что... Ну, короче, это настоящий латыш. Короче, что это наш брат, что это птица нашей стаи. Поэтому, ну, с вашего позволения, любезно приглашаю на нашу сцену Джеффри Смит. Welcome! Спасибо! Спасибо! Пусть Бог благословит вас сегодня. Когда я смотрю на это собрание, это прекрасное зрелище видеть всех Божьих людей сегодня в Его доме. Это замечательный день в котором мы можем быть вместе. Давид сказал, величайте Господа со мною и превознесем Его имя вместе. Поэтому я рад быть со всеми моими братьями и сестрами из Латвии. Вместе мы часть Божьей семьи. Величайшая семья на земле. Если ты рад быть частью семьи Божьей, поаплодируй Господу с благодарностью. Халлелуя! 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 Я передаю вам приветствия из Strong Tower, как уже пастор говорил это в городе Фредериксберг, который находится прямо рядом со столицей нашей нации, Вашингтона. Моя семья, наша церковь передает вам любовь и приветствия, молитвы. И мы верим, что будут великие вещи происходить. Аминь! Вместе со мной Тадлиэс Рэндолф, один из наших директоров, который занимается пасторским попечительством. Пожалуйста, пусть он встанет и поприветствуйте его. И пастор Алексей, огромное спасибо за ваше теплое гостеприимство и за щедрое приглашение. Мы почитаем то, что Бог делает в вас и через вас. И определенно, Он вас потрясающим образом использовал, чтобы повлиять на эту часть мира. Мы признаем то помазание и ту мантию, которая на вашей жизни. И для нас честь быть с вами партнерами таким образом, чтобы вместе строить Царство Божие и продвигать Божие влияние на земле. И мы вас считаем другом и братом. И мы очень дожидаемся всегда встреч с вами и встреч с вами снова в Вирджинии. И, пожалуйста, помогите мне отдать честь вашему пастору. Давайте вместе поаплодируем Богу за него и поблагодарим Бога. Вы готовы пойти в Слово Божие? Я вас не расслышал. Вы готовы пойти в Слово Божие? Мне нравится слышать вас. Я один из таких проповедников, которому нравится знать, что вы со мной вместе. Аминь? Хорошо, мы откроем с вами в Библии Исаия 58 главу. И там мы начнем. Исаия 58. Восемь знакомые стихи. И пока вы будете открывать это местописание, я немного расскажу о себе. Я счастливо женат. В следующем июле будет 23 года, как мы с женой женаты. Я знаю, что, конечно, выгляжу я всего на 25. Но в июле нам исполнится 23 года. У нас трое детей. Две девочки. И один мальчик. Девочкам 20. И 18. И 18. А сыну 11. Я знаю, что вы уже подсчитали, какой был разрыв между этими возрастами. 20 и 18. И потом 11. Я вам скажу, как это случилось. Ну, вы знаете, как это случилось. Ну, вот и есть история. Очень быстро. Потому что нужно все-таки пойти в Слово Божие. Итак, у нас было две девочки. И я обожаю своих девочек. И девочки меня обожают тоже. Девочки с папой обращаются, как с царем. Поэтому я благодарен за девочек. Но каждый мужчина глубоко внутри хочет, чтобы у него был мальчик. Аминь на это можно получить от мужчин? Так что я хотел мальчика. Ну, с которым можно было бы потусить, поиграть в баскетбол, сходить на рыбалку, поиграть в гольф. Так что я хотел мальчика. Но проблема была, в том, что в роду моего отца были все мальчики. Моя сестра единственная девочка из всех моих двоюродных братьев. Так что у меня один брат. И все двоюродные тоже братья. А вот в нашем поколении одни только девочки. У всех моих двоюродных братьев и у моего брата и у моей сестры только девочки. 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 Итак, у нас родились две девочки, а я хотел мальчика. И я подумал, шансы не в мою пользу. И мысль о трех девочках меня испугала. Потому что девочки дорого стоят. Не хотелось мне трех девочек. Поэтому мы ждали. И ждали. Но в один конкретный год я должен был поехать в Нигерию. И я сказал жене, когда вернусь из Нигерии, мы примем решение. Постараемся иметь мальчика или просто удовлетворимся двумя девочками. Я поехал в Нигерию. Служил, замечательно провел время. Вернулся с Нигерии. И мы с женой так и не поговорили. И вот, когда мы не поговорили, кто из вас знает, что все все равно случается? И как мой брат любит говорить, если будешь продолжать играть в эти игры, обязательно получишь за них призы. Так что в конечном итоге мы стали беременны. Когда домой придете, до вас это дойдет. И вот в конечном итоге жена была беременна. И Господь благословил нас мальчиком. И он первый мальчик более чем за 35 лет со стороны семьи моего отца. Бог все еще отвечает на молитвы. Аминь. Вы уже нашли Исаия 58? Если нашли, давайте встанем вместе прочитаем это местописание. Исаия 58, 12 стих. Мне нравится, стоя читать Божье Слово. Есть жизнь в Божьем Слове. Есть сила в Божьем Слове. Есть ответы в Божьем Слове. Есть исцеление в Божьем Слове. Аминь. Исаия 58, 12. И потомками твоими застроятся пустыни вековые. Ты восстановишь основания многих поколений. И будут называть тебя восстановителем развалин. Возобновителем путей для населения. И я хочу привлечь ваше внимание к той части этого местописания, где сказано, что застроиться в английском ты построишь. Все вместе скажем, мы построим. Еще раз, мы построим. И какое-то время сегодня утром я хочу говорить с вами о такой мысли, что время строить. Давайте помолимся. Отец, Бог, мы благодарим Тебя за это время вместе. Мы не относимся поверхностно к таким моментам, но мы признаем, что когда мы стоим в Твоем присутствии, преображение происходит. Мы признаем, что когда читаем Твое Слово, оно свет в стызе нашей, светильник в ноге нашей. Мы открываем наши сердца, мы открываем наш дух, чтобы принять от Тебя сегодня то, что у Тебя есть для нас. С верой мы верим Тебе, что Ты коснешься и изменишь нашу жизнь, укрепишь нас, будешь созидать нас и сделать так, чтобы мы строили, созидали Твое чарство во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Прежде чем сядете, найдите два человека и скажите, время строить. Аминь. 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 Это пророческое Писание, которое говорит о Мессии, который придет. Говорит о Господе, о Христе. Говорит о Его природе, о Его поручении, о Его миссии, о Его мандате. Что Он будет строителем, созидателем, что Он будет восстановителем и будет возобновителем. Скажите, создателем, восстановителем и возобновителем. Это говорит о его природе, о его поручении, что он придет и будет строить, восстанавливать, возобновлять. И я хочу именно на этом аспекте строительства сосредоточиться, потому что по всему Писанию мы понимаем, что Бог, Бог созидающий. По всему Писанию мы видим, что строительство, созидание, это часть природы Божьей. Вы хорошо знаете Писание. Матфея, седьмая глава говорит о том, что мудрый муж строит свой дом. То есть, Бог говорит, что мудрость познается через то, что человек строит. В Матфея 16, Иисус говорит, Я создам или построю церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Бог — строитель. Мы понимаем через Писание, что даже когда Иисус пришел на землю, Он был сыном плотника, что опять говорит о строительстве. Бог — строитель. Давайте все скажем, Бог — строитель. Поэтому мы видим, что Богу важно строить. И когда я смотрю на это Местописание, которое говорит о Мессии, я верю, что речь идет не только о природе и о поручении самого Иисуса Христа, но также речь идет о тех, кто будет соединен со Христом, о тех, кто будет телом Христа, о тех, кто будет церковью Христа, что у нас тоже есть поручение и мандат строить, восстанавливать и возобновлять. И заметьте, что сказано в Исаии 58, 12, там сказано, «Теми из вас», там, где у нас потомками, в английском, «Теми из вас». «Теми» — это множественное число, то есть не «кто-то один», это множественное число. То есть речь идет не только о Мессии, но обо всей семье Божьей. Речь идет о народе Божьем, что мы будем строителями, мы будем восстановителями, и что мы будем возобновителями. И я пришел сегодня нам всем бросить вызов, чтобы мы взяли свое поручение в наши дни и в нашем поколении и присоединились к поручению Христа чтобы строить. Возложите руку на себя и скажите со мной, «Я помазан, чтобы строить, и я помазан, чтобы благословлять». Еще раз, «Я помазан, чтобы строить, и я помазан, чтобы благословлять». Это настолько важно чтобы мы поняли что когда мы присоединяемся ко Христу, когда мы приняли Его как Господа и Спасителя, мы становимся соработниками Христу, мы становимся партнерами с Ним. И теперь то же поручение, которое было у Него, мы его продолжаем. Он говорит, «Дела, которые я творю, вы еще больше сих сотворите». Поэтому если Он строитель, мы строители. Кто-нибудь скажите, «Я помазан, чтобы строить». И я помазан, чтобы благословлять. Мы помазаны, чтобы строить, созидать великие семьи, успешные браки, преуспевающие бизнесы. Мы помазаны, чтобы строить, чтобы восстанавливать, чтобы возобновлять. Мы не можем быть настолько поглощены самими собой своим благосостоянием, своими удовольствиями. Мы должны понимать, что у нас есть поручение, чтобы строить то, что было разрушено, восстанавливать то, что было разбито, возобновлять то, что было сломано. Мы помазаны, чтобы строить, и мы помазаны, чтобы благословлять. Тот мир, в котором мы живем, ожидает страстно и страстно ожидает тех людей, которые знают, как строить и благословлять. Потому что, когда мы смотрим вокруг себя в этом мире, мы видим разрушение, мы видим распад, мы видим разделение. Итак, мир ожидает тех людей, которые придут и будут строить, восстанавливать, возобновлять. Мы эти люди. Библия говорит, что земля ожидает явления Сынов Божьих. Это наш день. Это наше время. Города ждут. Нации ждут тех людей, которые знают, что они помазаны строить и помазаны, чтобы благословлять. Наши города ждут. Наши школы ждут. Наши правительства ждут. Наши бизнесы ждут. Наши семьи ждут. Чтобы мы встали на свое место как строители, как возобновители, как восстановители. Если ты веришь в это, скажи «Аминь». Поэтому я хочу сейчас поработать с этой идеей строительства. Когда я думаю о строительстве, я вспоминаю героев Ветхого Завета, Ниемиа. Ниемиа был строителем. Он как прообраз в Ветхом Завете апостольского помазания. Апостольское помазание помазание строительства. Это помазание восстановления. Это помазание возобновления. Я хочу рассмотреть пример Ниеми, поэтому пойдем в Ниеми первую главу. Мы видим помазание, чтобы строить в жизни Ниеми. Мы видим в жизни Ниеми, и помазание, чтобы восстановлять и возобновлять. Если мы откроем первую главу и посмотрим первые четыре стиха, то мы увидим, как эта история разворачивается. Слова Ниеми и сына Ахалена в месяце Кислеве в двадцатом году я находился в Сузах, в престольном городе. И пришел Хананин. Один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи. И спросил я их об уцелевших Иудеях, которые остались от плена и об Иерусалиме. И сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там в стране своей в великом бедствии и в уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Услышав, эти слова, я сел и заплакал. И печален был несколько дней. И постился и молился перед Богом Небесным. Здесь мы видим Ниеми. Конечно, мы понимаем, что нация Израиля была забрана в плен. И Ниеми служил во дворце. Но были некоторые, которые вернулись в Иерусалим. И вот оттуда приходят люди с сообщениями. И Ниеми, пока он был во дворце, начал спрашивать о состоянии своего города. Его заботил его родной город. Он хотел знать, что же происходит в том месте, в котором он вырос. И Он спросил у них, каково состояние города. И они ему сообщили. И они сказали, что люди в этом городе в бедствии. Жуткие условия. Все совсем нехорошо в родном городе. Все было разрушено. Стена разбита. Храм разбит. Люди голодны. Люди в нищете. Все нехорошо. Плохая ситуация. И что затронуло мое сердце, это что, когда Ниеми услышал эти сообщения, что-то сломилось у него в сердце. Что-то затронуло его дух. И Библия говорит, что он плакал много дней. Это сильно. Потому что Ниеми находился во дворце. Он мог наслаждаться всеми замечательными вещами дворца. Он был в уюте. У него была еда. У него было что пить. У него все было в порядке. Но было что-то внутри него, что когда он услышал о положении своего города, он сказал, как я могу наслаждаться всеми этими прекрасными вещами, когда мой город в развалинах, когда моя семья в мучении, он начал поститься, он начал молиться. Церковь, это вызов нам сегодня. Что мы не можем начать себя уютно чувствовать и удовлетворяться тем, что у нас все хорошо. Когда многие находятся в плохих условиях, когда многие находятся в разрушении, как Ниеми, у нас должно быть сердце, которое сокрушается, которое готово простереться и привести перемены к тем, которые в них нуждаются. Нам нужно быть народом, который понимает что мы были призваны в это царство для этого времени. не для того, чтобы быть в уюте, но чтобы взять свое помазание, свою мантию и строить, и благословлять. Скажите со мной еще раз, я помазан, чтобы строить, и я помазан, чтобы благословлять. Ниеми признал, что не может оставаться там, что ему нужно пойти туда, где в нем нуждаются. Есть места, в которых Бог нуждается, чтобы ты пошел. Он нуждается, чтобы ты был Его представителем в твоем обществе, в твоей школе, в твоем бизнесе, на правительственных позициях, в политике, в сфере развлечений. Ему нужно, чтобы мы пошли в эти сокрушенные места и были Его представителями, чтобы мы могли строить и мы могли благословлять. Ниеми начинает молиться и начинает поститься. Пойдем во вторую главу. Потому что во второй главе мы начинаем видеть что он возвращается в Иерусалим. И если мы начнем читать с 11 стиха, и пришел я в Иерусалим, и пробовав там три дня, встал я ночью с немногими людьми, бывшими при мне, и никому не сказал, что Бог мой положил мне на сердце, сделать для Иерусалима. Животного же не было со мной никакого, кроме того, на котором я ехал. Что-то Бог положил в сердце Нееми. И Он это хранил. Охранял это до правильного времени. И теперь мы видим в 17 стихе, что Он собирает тех, кто был с Ним. И смотрите, что здесь сказано. И сказал я им, вы видите бедствие, в каком мы находимся. Иерусалим пуст, и ворота Его сожжены огнем. Пойдем! Построим стену Иерусалима. И мы не будем впредь в таком уничижении. И я рассказал им о благодеявшей мне руке Бога моего. А также и слова царя, которые он говорил мне. И сказали они, будем строить. Будем строить. И укрепили руки свои на благое дело. Но, услышав это, Санавалат Хоронит и Тови Аманитский раб и Гешем Аравитянин смеялись над нами и с презрением говорили. Что это за дело, которое вы делаете? Уж не думаете или возмутиться против царя? Давайте здесь приостановимся. Итак, Немия собирает с собой некоторых лидеров и говорит, посмотрите на состояние города. Видите бедствие народа. Видите стены, которые разбиты. Дома, которые сожжены. Состояние наших семей. Мы являемся уничижением для Бога, если мы ничего с этим не сделаем. И Он им напоминает, что на нас руках Господня. Мы помазаны, чтобы строить. И мы помазаны, чтобы благословлять. Нам нужно сделать что-то с тем, что происходит. И Библия говорит, что люди отреагировали. И сказали, давайте встань и мы будем строить. Мы восстановим. Мы возобновим стены. И мы изменим состояние города. У них было мышление строителей. Но заметьте, что произошло. Как только они решили снова строить, является враг и начинает насмехаться над ними. И начинает издеваться над ними. И начинает говорить им, что они на это не способны. Точно так же враг сегодня работает с нами. Даже сегодня. Как только мы принимаем решение, как только мы полагаем это у себя в сердце, что мы будем строить и восстанавливать, что мы будем возобновлять, враг говорит нам, ты не можешь это сделать. Ты недостаточно умен. У тебя недостаточно денег. У тебя недостаточно связей. Ты не способен это сделать. У тебя нет таланта к этому. У тебя нет навыков. И враг тебе говорит, что ты не можешь сделать. Ты не можешь пойти и получить образование и эту степень. Ты не можешь получить позицию в политике и что-то изменить. Ты не можешь в Латвии построить замечательную церковь. У тебя не может быть успешный брак. У тебя не может быть счастливая семья. Он начинает говорить тебе, чего ты не можешь. И начинает показывать все твои немощи, все твои слабости. Кто из вас слышал, когда враг тебе говорит, чего ты не можешь? Было ли когда-то, что враг подходил и отталкивал тебя? Как только ты собирался что-то строить для Бога. Он противостоит тебе. Он идет против тебя. И он борется с тобой. Но вот в чем дело. Что мне нравится в Нееме, что он не позволил врагу иметь последнее слово. Он не позволил, чтобы за врагом было последнее слово. Он отреагировал на слова врага. Он отвечал ему. Что-то внутри нас должно подняться. Что говорит, даже если враг идет против меня, я не позволил врагу иметь последнее слово в моей жизни. Я не позволю врагу иметь последнее слово над моей семьей. Я не позволю врагу иметь последнее слово над моей финансами. Я не позволю врагу иметь последнее слово относительно моего брака. Я не позволю врагу иметь последнее слово над моим здоровьем. Я не позволю врагу иметь последнее слово над Ригой. Я не позволю врагу иметь последнее слово над Латвией. над Россией над Украиной но я отреагирую с словом от Бога потому что Слово Божье оно превыше любого слова врага если ты веришь в это, скажи аминь и посмотрите, что говорит Немия и посмотрите, что говорит Немия двадцатый стих я дал им ответ позвольте мне вам сегодня сказать что вам нужно иметь ответ врагу никогда не позволь врагу удалиться пока ты не дал ему ответ и заметьте, какой ответ дал Немия он сказал им сам Бог Небесный он благопоспешит нам и мы рабы Его встанем и будем строить а вам нет части и права и памяти в Иерусалиме я это обожаю Немия дает ответ своему врагу тому, кто насмехается над ним он встает и смотрит им прямо в лицо он не запуган его сердце не полно страха но внутри его поднялась и он посмотрел врагу прямо в лицо и сказал Бог Небесный благопоспешит нам я обожаю это что Бог Небесный даст нам преуспевание заметьте, что он говорит он не сказал какой-то большой крупный бизнес мне поможет он не сказал какой-то богатый политик мне поможет он не сказал вот эти вот друзья мне помогут но Немия сказал Бог Небесный благопоспешит нам тот, кто сотворил небо и землю тот, кто сформировал горы тот, кто вырубил долины тот, кто поставил звезды на небеса тот, который помогает солнцу всходить днем и луне ночью тот, кто сотворил всех животных тот, кто отвечает за тот воздух которым мы дышим Бог всемогущий Бог всесведущий тот же самый Бог Он на моей стороне тот же самый Бог Он благопоспешит мне тот же самый Бог Он борется со мной тот же самый Бог на нашей стороне кто-нибудь рад что Бог на нашей стороне кто-нибудь скажите Бог на нашей стороне. Someone say God is on our side. One more time. God is on our side. Let me encourage you here today. You might be in a fight against the enemy. Fighting for your marriage. Fighting for your children. Fighting for your business. Fighting for your health. сражаешься за свое здоровье. Мы, как народ Божий, мы сражаемся за наши города, сражаемся за наши нации. Но я пришел, чтобы сказать тебе, что мы не сражаемся в одиночку, мы не одни, но Бог Небесный, Он сражается за нас. Если Бог за нас, кто может быть против нас? Если Бог на нашей стороне, кто может быть против нас? Я так рад, что Бог со мной в этой битве. Что Бог в этой битве со мной. Да и вот скажите, Халлелуя! Закричите, Халлелуя! Халлелуя! Я вспоминаю, что когда я рос на игровой площадке, бывают, случаются драки. Какой-нибудь забияка приходит и пытается вызвать тебя на драку. Может быть, игрушку пытается у тебя забрать, или мячик. Или забрать твой обед. И он давит на тебя. И говорит, я заберу то, что у тебя есть. И в первый день возможно, он одолеет. Может, потому что он крупнее и сильнее. Но чего не знает забияка это, что мне кто-то известен. И на следующий день, когда я прихожу, и забияка пытается отобрать у меня обед. И пытается забрать то, что мне принадлежит. И думает, что все на его стороне. Думает, у него есть преимущество. Но чего он не знает это, что я старшего брата привел с собой. И когда он начинает меня толкать, начинает ко мне цепляться, он думает, что сможет все забрать, как и прежде. Но именно в тот момент, когда ему кажется, что я снова проиграю, я подзываю старшего брата. И подходит старший брат. И он побивает этого забияку. И я пришел, чтобы сказать вам, что иногда, когда мы в драке, и выглядит так, что преимущество на стороне врага, выглядит так, что он заберет у тебя то, что тебе принадлежит. И, возможно, ты уже выдержал удар. Может быть, у тебя уже синяк под глазом. Может быть, ты упал. Но в это время надо подзвать старшего брата. В этот момент нужно воззвать к имени Иисуса. Иисус является на эту сцену. И он ставит дьявола на место. Кто-нибудь, закричите, Иисус! Закричите, Иисус! И когда мы призываем имя Иисуса, Иисус начинает нам помогать. Сражаться против врага. Чтобы мы могли продолжать строить и благословлять. Аминь! У меня осталось пару минут. И я хочу повести вас в следующую часть. Мы видим, как Ниемия реагирует на врага. И говорит, даже хотя ты мне противостоишь, даже хотя насмехаешься на дому, у меня есть ответ с неба, что сам Бог благопоспешит меня. Он благословит меня. Он сделает так, чтобы у меня был успех. Он даст мне прорваться и победить. И я чувствую это сейчас очень сильно в своем духе. Что слово Господа к вам сегодня is that God will prosper you. Бог благословит вас. Бог даст вам прорыв. Бог даст вам победу. Now thanks be unto God. И все благодарность должна быть Богу, который всегда дает нам побеждать. Church, we're on the winning side. Victory belongs to the people of God. 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 Someone say victory belongs to me. Victory belongs to me. Victory belongs to me. I'm supposed to be victorious. I'm born to be victorious. I'm designed to be victorious. God made me for victory because he is a victorious God. If you believe that, give God a praise right here. Come on, let me hear the sound of victory. Come on, make the sound of victory. Victory has a sound. Victory has a sound. Let the sound of victory be in the house of God. Victory belongs to me. Victory belongs to me. Victory belongs to me. Give God a shout and a praise. Yes. 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 We win. We win. We win. In Latvia we win. In Russia we win. In the Ukraine we win. Victory belongs to us. Give somebody a high five and tell them you're victorious. High five and tell them you're victorious. Aye, 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 aye. Ye, 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 ye. Ye, 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 ye. You may be seated. Aye, aye. Here we are. Nehemiah responds to the enemy. They begin to build. To repair. And to restore. If we go to chapter 4. We see something here. That the enemy is relentless. That the enemy comes back again. Have you ever found that the enemy comes back again? Have you ever found that you thought you were done dealing with the enemy, but you have to deal with him again? He keeps coming back. He keeps coming back. Keeps coming back. And here we see that the enemy returns. And in verse 1 of chapter 4 we see this. But so it happened when Sambalat heard that they were rebuilding the wall, that he was furious and indignant and mocked the Jews. notice the Bible said that he was furious. He was mad. He was upset. The enemy doesn't want to see you build. He doesn't want to see you restore and repair what has been torn down. He wants you to give up and quit. and so when the people of God began to repair and to restore and build the enemy was mad. The enemy's mad when we begin to build. And so look at what happens here. and he spoke before his brethren and the army of Samaria and said, what are these feeble Jews doing? and he said, what are these jallкие иудеи? Will they fortify themselves? Will they offer sacrifices? Will they complete it in a day? Will they revive the stones from the heap of rubbish? Will they revive the stones from the heap of rubbish? stones that are born? Here the enemy comes to mock Nehemiah and the people of God. He comes to make fun of them. To ridicule them. And notice what he does. He gets in front of the armies of Samaria. And he poses these questions kind of sarcastically. He's kind of posing these questions to make them feel small. To feel like they are insufficient and inadequate. He poses these questions to poke at their faith. to steal from them their confidence. To rob from them their tenacity. To rob from them their tenacity. He poses these questions to cause them to want to back up. in the last few minutes that I have with you. In the last few minutes that I have with you. I want to look at these five questions very quickly. I want to look at these five questions very quickly. What are these feeble Jews doing? What are these feeble Jews doing? He poses it like What do you think you guys are doing? You're weak and you're small. What do you think you're doing? Do you see this wall? Do you see the condition of this city? What do you think you're doing? You're too weak for this. This is the first question we must answer. What are we doing? This question answers the issue of vision. If we're going to build successfully, we must build with vision. What are we doing? What are we doing in our homes? In our marriages. With our families. In our churches. In our cities. With our business. What are we doing? Vision. The Bible teaches that where there is no vision, the people perish. I find that where there is decline and where there is deterioration, where there is death and where there is destruction, it's because there is no vision. But where there is vision, there is life. there is strength, there is blessing. There is blessing. What are we doing? One of the things I so admire about pastor Alexei, is that he is a man of vision. Whenever you talk to him, he is talking of vision. Where are we going? Vision connects us to the future. Vision moves us forward. people that are always talking about what was. People that are always looking backward. People that are always looking backward. People that are always looking backward. People who have no vision. It's people who have no vision. But when you have vision, you're moving forward. You're thinking of the future. You're looking for tomorrow. God, give us vision. Help us to see what you see. Open our eyes. That we might see a future. That is bright. Amen? And the second question. He says, what are you feeble Jews doing? But the second question he asks, he says, will they fortify themselves? Will they fortify themselves? The enemy was saying, I know that you guys are all excited now. And you're feeling strong. And you believe that you're going to be able to build this wall. But what are you going to do when adversity comes? What are you going to do when it becomes difficult? What are you going to do when it's not so easy? Will you fortify yourselves? This answers the issue of unity and agreement. Will you stand together when times are hard? Will you stand together when things are difficult? will you fortify yourself? Church, if we're going to build successfully, we must understand that one of the most valuable things that we possess is our unity and agreement. One can put a thousand to fight. but two can put 10,000 to fight. Two are better than one. For there's a great reward for their labor. We've got to understand that if we're going to build successfully, we can't allow us to be divided. We can't allow a spirit of division to come in our midst. We can't allow a spirit of division to come in our midst. But we must lock arms. But we must lock arms. Join hearts. Join hearts. Blend our faith together. Blend our faith together. We must fortify ourselves against the enemy. Amen? I was talking to Pastor Alexei yesterday. And we were talking about the church in America. And he asked me a question. He said, is there division in the church in America? When it comes to politics. And I began sharing with him. That there can be and there is at times a division. That we have two major parties in America. Republican and Democrat. The Republicans are very conservative. And therefore big business. And then you have the Democrats. And they are more liberal. And they're concerned more about social justice. And we have Christians that are both Republican. And we have Christians that are Democrat. What we have to be careful of is that we don't allow our political affiliation Republican and Democrat to cause us to be at odds with each other. that I can love God and be a Republican. You can love God and be a Democrat. That doesn't mean we have to be at odds with each other. And that doesn't mean we have to be at odds with each other. But the trick of the enemy is to get us to hold on to our Republicanism or our Democratism more than we hold on to God. But we must understand God is not Republican. God is not Democrat. God is God. and God is not for a Republican. God is not for a Democrat. God is for God. God is for God. And so many times the enemy tries to divide us on race on race I'm black. You can see that. She's white. and tries to get us to be at odds with each other. And I want to hold on to my being black. She wants to hold on to her being white. And now we're divided. We don't fortify ourselves. And so the enemy has the upper hand. What the enemy fears is that when blacks and whites come together it's when blacks and whites and Democrats come together. and Democrats come together. Laufians and Russians come together. Laufians and Russians come together. and Ukrainians come together. And we don't hold on to the natural things that we're trying to divide us. But we understand, that He is our Father. Our Father. Our Father. Which are in heaven. Hallowed be thy name. He is the Father to the Russians. He is the Father to the UECS. He is the Father to the lungs. He is the Father to the Americans. He is the Father to the black. Он отец коричневых. Он наш отец. И если ты рад, что он наш отец прославит Господа. Третий вопрос. Он говорит, неужели будут они приносить жертвы? Пастор так замечательно сегодня на служении говорил о жертве. Здесь враг говорит, да, вы это все начнете. Но думаю, вы не понимаете, чего вам это будет стоить. Построить это. Строительство чего-то стоит. Восстановление, возобновление, чего-то стоит. Величие никогда не идет по скидкам. Она стоит того, чего стоит. Поэтому вопрос вот в чем. Готовы ли мы заплатить цену, чтобы строить? Великие семьи не просто случаются. Великие браки не просто происходят. Преуспевающий бизнес не сваливается просто так. Сильные церкви не появляются просто так. Где-то на этом пути должна быть заплачена цена. Где-то на этом пути сердце должно стать готовым жертвовать. Жертва это дверь к успеху. Успех хотят все. Все хотят величия. Все хотят благословения и преуспевания. Но дверь в успех жертва. Ты вокруг нигде не обойдешь. Ты можешь туда войти только через дверь жертвы. Поэтому нам сегодня брошен вызов. Готовы ли мы войти этой дверью? Библия нас учит. Никто не строит прежде, не посчитав издержки. Должны быть готовы жертвовать время, таланты, наши сокровища, наши предпочтения, наш подход к вещам. Мы должны быть готовы жертвовать. Жертва — это дверь к успеху. И следующий вопрос, который он задает. Завершат ли они то, что начали? Ну, начать-то вы начнете. Но есть ли у вас то, что необходимо, чтобы завершить? Самое простое — начать. Трудно закончить. И благословение не в начале вещей. Оно в завершении вещей. Наш Бог, Бог, который все совершает. Он — альфа и омега. Он — начало и конец. Он — начальник и совершитель нашей веры. Наш Бог — совершитель. И если Он — совершитель, мы должны быть совершителями. Не только стартовать, но и крепко финишировать. Позвольте кому-то обудрить сейчас. Возможно, ты сейчас находишься на середине своего пути. Ты что-то начал, но ты начинаешь разочаровываться. Ты что-то начал, но было тяжко. Долго. Сложно. Ты приносил жертвы и чувствовал себя одиноким. Чувствовал, что ты один. Воспитывая этих детей или руководя бизнесом. Чувствуешь себя в одиночестве в этой какой-то сфере. И говоришь себе, «Не знаю, есть ли у меня то, что необходимо, чтобы завершить». Позволь мне тебя сейчас обудрить. Твой Бог is a finisher and He wants to give you an anointing to finish. I feel God right here. If you need right now a touch from God that will help you to finish, it's been difficult. It's been hard. You may have come in here today wondering if I have what it takes to continue another day. I need the strength of God to help me to continue. If that's you today, just lift up your hand. I want to pray. I see hands all over. Lift those hands to God. Father, in the name of Jesus, you see the hands of your people raised, lifted to you, a God who's able to finish. Father, I pray for every man, every woman, whose hands are raised. May the anointing to finish the anointing to finish may it come upon their life. Strength come to the weak. Courage come to the discouraged. In the name of Jesus, may their faith not fail. Calls them now to feel the breath of God. Come upon them now. I speak strength to their spirit. Raise them up. And cause them to finish what you started. You said in your word that you will finish the work that you've begun in us. Of finishing anointing. Of finishing anointing. Of finishing anointing. Of finishing anointing. Come now! Во имя Иисуса. Amen. Amen. Someone give God praise right there. Ah, thank you, Lord. For anointing us to finish. To finish strong. To finish strong. To finish strong. To finish strong. We'll finish strong in our marriages. We'll finish strong in our businesses. В нашем браках. В наших бизнесах. Мы будем сильными. В наших школах. В нашей жизни завершим в силе. Во имя Иисуса. Our last question. If I can have a musician just begin play. The last question. He says, will they be able to retrieve the stone from the rubbish? Он говорит, смогут ли они эти камни поднять из праха? He first asked, do they know what they're doing? Will they fortify themselves? Укрепятся ли они? Will they sacrifice? Will they sacrifice? Завершат ли они? And then he says, will they revive the stone from the rubbish? He's saying, he's saying here, when they see all of the destruction, when they see all of the loss and devastation, all that has been broken down, all that has been burned, all that has been burned, it represents defeat. It represents loss. He says, do they have what it takes to reach inside of the rubbish and retrieve the stone? It's a powerful question. Because the stone represents the thing that is needed to build again. It's with the stone that we're able to build the wall again. But to get to the stone, I've got to reach into the rubbish. I've got to reach into what has been burned and what has been lost. and retrieve what is useful to build again. The rubbish represents my yesterday. The stone represents my tomorrow. Can I pull from the pain of my past what I need to build my tomorrow? What a question. Because many of us have gone through defeat and loss. We've gone through difficult days, hard times. we've gone through pain, through struggle, through disappointment. And what the enemy would want you to do is to focus on the rubbish, on the loss, on the pain, on the defeat, on the discouragement, on the disappointment. But the question is, can you reach inside of it, find the stone and build again? The stone represents my tomorrow. The stone represents the word of God. The Bible says about Jesus. that he's the stone that the builders rejected. That there were some builders that rejected this stone. But as the people of God, we recognize that in the midst of our pain, in the midst of our struggle, Jesus is there. Can we retrieve the stone and build again? and I've come to encourage somebody here today? You've gone through difficulty. You've gone through pain. You've gone through sorrow. But the pain of your past and the loss of your yesterday does not determine your future. But if you will by faith, reach into it and find Jesus and retrieve the stone, you will build again. You will build So what we have to do is we have to be willing to lay down the rubbish so that we can pick up the stone. as long as my hands are filled with the rubbish the hurt, the pain, the sorrow, I have no ability to pick up the stone. There comes a time I've got to lay the rubbish down so that my hands become free to pick up the stone. For too long many of us have rehearsed remember the pain the sorrow the hurt the struggle and as long as we replay and rehearsed we have no ability to pick up the stone. But today I encourage you lay the rubbish down leave the past in the past take up the stone. and go to into your future because the best is yet to come. The best is yet to come. The best is yet to come. Everyone stand to your feet. Let's all stand. Last scripture before we pray is found in Isaiah 61 Ah, this is a beautiful scripture. Isaiah 61 says the Spirit of the Lord is upon me because the Lord has anointed me to preach good tidings to the poor. He has sent me to heal the broken heart to proclaim liberty to the captives and the opening of prison to the bound to proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God to comfort all those who mourn to console those who mourn in Zion. Here it is right here. To give them beauty for ashes. To give them beauty for ashes. Do you hear what God is saying? He's saying here I want to make an exchange with you. I want to give you what is beautiful if you will give me what is burned. He said the things that are burned in your life. The rubbish. What has gone up in smoke. He says if you will give that to me put it in my hands. He says I'm going to put it in your hands what is beautiful. He says don't carry what is burned any longer. Don't carry the rubbish any longer. He says give it to me because when your hands become free from the rubbish when they become free from what is burned now I can put in them what is beautiful. How many want what is beautiful? Let me tell you God has something beautiful for you. But you can only get it if you will give to him what is burned. bow your heads right there. If you're here today you say I've been carrying what is burned I've been focusing on the rubbish the pain of my past the hurt of my yesterday for too long. and today I want to make that exchange I want to give it to God all of the ashes so that he can give me what is beautiful. Today I want to make that great exchange pray for me today if that is you just lift up your hand and I want to show you if you're like I want to show you 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 yeah yeah wow 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 shit I want to show you we don't have enough room to bring everybody down here so we do it this way so we do it this way take your neighbor's hand возьмись соседом за руку squeeze that hand right there squeeze that hand because your neighbor has gone through some painful seasons some things near and dear to them have been burned что-то дорогое и близкое для него сгорело squeeze that hand to let them know that it's not over squeeze that hand and let them know it's not finished squeeze that hand and let them know there's still hope now begin praying for them и начни молиться за него молись прямо сейчас и lighter тогда старом available около богатя авто авто крусс о рик авто 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 лоб Дорогой Бог. Я молюсь за этих людей, которые собраны в этом доме, которые прошли через времена боли и потерь, которые прошли через печаль и борьбу, которые были надеяться за тихо и пепел. Я молюсь за своих сестер. Я молюсь за своих братьев. И я молюсь во имя Иисуса чтобы сегодня они совершили этот великий обмен. Чтобы тогда они ушли сегодня с этого места. Они оставили боль. Они оставили пепел. Они оставили прах. Они оставили печаль. Они оставили разочарование. И отец, я молюсь. И отец, я молюсь. И отец, я молюсь. Чтобы у них была сила строить там, где было разрушение. Строить там, где было сожжено. И отец, я молюсь. Чтобы ты укрепил их веру. Укрепил их веру. Укрепил их смелость. Господь, пусть они встанут снова. Пусть они встанут снова. Ва имя Иисуса. Ва имя Иисуса. Ва имя Иисуса. Аминь. 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 Give the Lord a praise right there. Воздайте Господу хвалу. Аллилуйя. 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 Now, one last thing. This is what we're going to do. Put your hands out like this. I want you to envision in your hands. The rubbish. Whatever it is. Pain. The sorrow. The loss. The disappointment. The failure. The defeat. The defeat. Look at it. Some of you it's a lost business. Some of you it's a failed marriage. Для кого-то это провалившийся брак. Some of you it's a disappointment in a dream. Для кого-то разочарование по поводу своей мечты. Look at it. Look at it. It's in your hands. It's in your hands. Now, when I count to three, и когда я засчитаю до трех, что мы сделаем, это мы возьмем то, что в наших руках, и отдадим Богу. Хорошо? Look at that thing. Look at it. It's in your hands. Whatever it is. 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 That has been causing you to be stuck in your past. Whatever it is. That's been keeping you tied to yesterday. Look at it. It's in your hands. It's in your hands. И когда я засчитаю до трех, мы отпустим это Богу. И когда мы отпустим это Богу, мы воздадим Богу хвалу. Потому что мы делаем обмен с Ним. И Он начнет высвобождать то, что прекрасно в нашу жизнь. Вы готовы? Вы готовы? Вы готовы? Раз. Два. Are you ready? One. Two. Three. Come on. Give God a praise right there. Give God a praise right there. Give God a praise right there. Come on. Praise Him right there. All of your pain. All of your sorrow. All of your defeat. All of your failure. Come on. Praise Him. That's your giving it to God. We отдали Богу и славим Его. Come on. Praise Him that it's no longer on you. Praise Him that you're no longer carrying it. Praise Him for that you're no longer weighed down with it. You've given it to Him. Now give God a praise for the beautiful things that are coming into your life. Praise Him for the beautiful things that are coming into your life. Praise Him for a beautiful marriage. Praise Him for the beautiful children. Beautiful children. Praise Him for the beautiful finances. Beautiful health. Praise Him for the beautiful life. Beautiful city. A beautiful nation. Someone give God a praise for the beautiful things that are coming into your life. And by the poor things that are coming into your life. Hallelujah. Hallelujah. Oh yeah. Продолжение следует... Возьмите где-то три человека, поприветствуйте их хлопком и скажите, красота грядет в твою жизнь. Возьмите где-то три человека, поприветствуйте их хлопком и скажите, красота грядет в твою жизнь. Аллилуйя! Вместо пепла украшение грядет. Вместо пепла украшение грядет. Вместо пепла украшение грядет. Вместо пепла украшение грядет. Вместо пепла славу-славу Бог дает. Вместо пепла украшение грядет. Вместо пепла украшения грядет. Вместо пепла украшения грядет. Вместо пепла украшение грядет. Вместо пепла украшение грядет. Я буду рад снова увидеться в будущем. Украшение грядет вместо бедла. Украшение грядет вместо бедла. Аминь! Халилюя! Потрясающее слово! Халилюя! Аминь! Аминь! Огромное спасибо! Добро пожаловать в Латвию в следующий раз! Двери открылись! Аминь! Халилюя! Вот тьма покроет землю, а мрак народы умножится и зло, и беззаконие, а на тобою воссияет свет. Мы ждали годы, нас Бог призвал, мы здесь непосторонние. Тебя не звали, тебя сюда не приглашали, но ты пришел, и все твердыни задрожали. Ты должен знать свое великое призвание. Ты, голос Божий, восстановитель вековых развалин. И заглушая голос компромиссных угрызений, души своей и ропот нынешних сомнений, поверь, ты избран. Тебя помазал Бог, восстановитель многих поколений. Халилюя! Мы восстановители вековых развалин. Бог помазал для этого. Халилюя! И мы не можем завершить без нашей... Без нашей ежемесячной мантры. Полнота наполняющего все и во всем. Превыше всякого трона, начальства и власти. Он все покорил под ноги его, Чтоб дать тебе и мне свободу и счастье. Ты умножаешь величие с разных сторон. В окружении людей, живущих беспечно. Я знаю, для чего я во Христе рожден. Чтоб имя твое прославлять бесконечно. Халилюя! И еще одна, короткая. Позволь Христу убить вражду, Разрушить стоящую преграду. Позволь Христу убить вражду и получить награду. Позволь Христу убить вражду, Провозгласи победу над врагами. Бог мира сокрушает сатану под нашими... Халилюя! Амин! А вот сейчас... Вот, Норман, возьми трубу, Сначала один играй, что хочешь. Потом ты. Потом ты. А потом... Сейчас вы увидите новое произведение. Джеффри, ты будешь главным вдохновителем Нового шедевра, Который родится здесь под названием Восстановители развалин-2. Все, внимательно. Творческая тишина. Поехали. Иди сюда ближе. Бас. Гитара. Творческая тишина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Временные скорби В сравнении с той славой, которая откроется в нас Нынешние временные скорби, настигшие тебя в который раз Не стоит ничего, в сравнении с той славой, которая откроется в нас Которая откроется в нас Нынешние временные скорби, настигшие тебя в который раз Не стоит ничего, в сравнении с той славой, которая откроется в нас Которая откроется в нас А ну-ка давай, Оскар, про нынешние скорби Которая откроется в нас 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 Альбом Большие аплодисменты Большие аплодисменты Большие аплодисменты Горизонты Большие аплодисменты Большие аплодисменты Большие аплодисменты Горизонты Большие аплодисменты Горизонты Большие аплодисменты Большие аплодисменты Большие аплодисменты Большие аплодисменты